Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Любимое лакомство сладкоежек Героиня программы Адель Якубова сама создает десерты Глядя на них, сложно отказаться от чего-нибудь сладкого Каждое изделие кондитера – это целое искусство Свободное время Адель предпочитает проводить в городском парке Разноцветные листья, лучи солнца, чтение книг Создают атмосферу комфорта и вдохновляют Адель на создание новых кулинарных шедевров И уже сегодня Адель Якубова поделится традиционным рецептом английского десерта А также нежным пряничным тортом На гостеприимной кухне Софрагабу Юронос Адель, селям алейкум, рада видеть тебя у нас в гостях на нашей любимой традиционной кухне Селям алейкум, Альвина Мне очень приятно, что вы пригласили меня на эту программу И мы сегодня приготовим с вами десерт Взаимно, Адель А как начинается вообще твой выходной день? Ну, в принципе, у меня нет выходного дня Так как моя жизнь очень насыщена моей работой любимой Поэтому обычное утро начинается с чашки какао и обсуждения с мамой будущего рабочего дня Интересно, то есть весь день у тебя уже заранее запланирован? Ну, чаще всего даже расписан Замечательно, это хорошо Адель, я знаю, что мы сегодня будем готовить блюда невероятные и не одно, а целых два Что это будет? Поделись Это будут у нас порционные десерты трайфл И это будет пряничный тортик банана сплит Какие грязи это нам необходимо для приготовления таких шедевров? Не побоюсь этого слова Для трайфлов нам необходимы будут творожные пряники, малиновый джем В принципе, это может быть любой, который нравится вам А также нам понадобятся бананы, киви и немного грецких орехов И без добавок еще идут сливки Куда же без сливок, чтобы было все воздушно и нежно А дальше с чего мы начнем? Начнем мы с пряников, так как нам нужно будет их превратить в крошку Отлично У данного десерта достаточно такое интересное название Трайфл, да? Насколько я знаю, переводится с английского как незначительно, небольшой То есть готовится быстро и порция достаточно небольшая Да, так как они каждый идет порционно в своих креманках, чтобы было удобно для применения Сейчас эти десерты пользуются большой популярностью на больших мероприятиях Таких как банкеты, свадебные мероприятия Потому что очень удобно к применению Как часто ты готовишь такое блюдо? Чаще всего я его готовлю своим родным Даже когда просто иду к подруге в гости Потому что это очень удобно и вкусно и готовится очень быстро Думаю, твои близкие не могут отказаться от такого прекрасного десерта Ну да, я и сама его очень сильно люблю Адель, будем знакомиться и начнем мы с самого детства Расскажи о своем детстве, что ты помнишь? Какой ты девочкой росла? Я росла очень активным ребенком В принципе, за мной было очень тяжело уследить Я очень много чем занималась В принципе, с самого детства это была любовь к просто рисованию какому-то Не сказать, что я прям так много времени проводила с друзьями Они, в принципе, всегда были Но большую часть времени я проводила именно рисованием своим Какими-то увлечениями в плане Я мастерила какие-то штуки, в общем, из всего, что находила дома Что это, бисер? Да, бисер тоже был Это были вот эти стандартные крокодильчики Это были какие-то вишенки Это были, кстати, самые классные Это, наверное, было дерево из бисера О, это точно Да, я очень сильно им гордилась Но сейчас я его вспоминаю, я уже им не горжусь, конечно Я тоже вспоминаю со своего детства Так любила делать из бисера различные крокодильчики, арбузики Ну вот сейчас Арбузиков у меня не было Не было? Нет Сейчас, когда я беру бисер, у меня даже не хватает терпения Я не знаю, с чем это связано Да, сейчас это уже, конечно, с этим ритмом жизни не до бисера Аделя, бисероплетение – это все хорошо А где ты родилась? В каком городе? Родилась я в городе Черчик в Узбекистане Интересно, в каком году вы переехали? В 2002 году мы с мамой переехали в Крым В мой любимый город Бахчисарай Что ты помнишь из Узбекистана? Ты маленькая была, да? Ну да, мы переехали, мне было 5 лет И, в принципе-то я помню немножко только свой детский сад Каких-то там детей Я даже не помню, как их зовут Я просто помню, что мы вместе играли в детском саду Я помню свой дом Ну и, наверное, самое теплое вспоминание – это только о доме И моей любимой собаке Здорово! Так, Аделя, я вижу, что ты уже почти все сделала Практически, да Какие именно пряники подходят для такого десерта? Очень важно, чтобы они были мягкие Я очень люблю творожные пряники, в принципе, такие, как и у нас Так как их очень удобно разминать и вилкой, и ложкой Можно также это делать вручную, кому как удобно И, в принципе, они очень быстро пропитываются И этот десерт очень вкусный Аделя, у нас все готово, да? Основа готова Теперь мы приступим к заготовлению пропитки для нашего десерта Сейчас нам понадобится немного малинового варенья У нас здесь 2 столовые ложки Аделя, чем могу быть тебе полезна я? Что я могу сделать? Сейчас ты можешь нарезать бананы Отлично! Всегда рада тебе помочь Да и нам сейчас понадобится 4 столовые ложки сливок А это все вливается в джем После мы еще добавим пару ложек кипяченой воды Хорошо! Адель, смотри, после 11 класса Наконец-то наступил тот момент, когда необходимо выбирать профессию Что выбрала ты? Я выбрала еще в 9 классе стать художником-оформителем И так как у нас есть такое заведение в Севастополе Я, в принципе, после 9 класса еще собиралась туда поступать Но мама меня туда не отпустила Она сказала, что я еще слишком маленькая для того, чтобы жить совершенно в чужом городе, где я никого не знаю Как всегда, наши родители заботятся о своих детках Поэтому я туда попала после окончания 11 класса уже В принципе, туда было не очень сложно попасть Так как для вступительных экзаменов там были всего лишь рисунок и живопись Которые можно было подготовиться То есть поступить было достаточно легко? Если владеешь какими-то навыками, то да Очень интересно, почему ты выбрала именно это направление? Почему не преподаватель? Почему не медицина? Именно связанные с критикой? Это любовь с детства, потому что в 5 классе я попала в художную школу у себя в городе Бахчисарай Я там проучилась, наверное, года 3-4 И тот преподаватель, в принципе, и посоветовала поступать туда Таким образом мы перемешиваем наше варенье со сливками Отлично, Адель, посмотри, пожалуйста, я правильно нарезаю? Немножечко тоньше Отлично Я знаю, что в твоей профессии это специальное направление Дизайн, витрин и зданий Расскажи подробнее об этой специальности Честно сказать, именно прям полностью по специальности мне не приходилось работать Поэтому в каких-то там подробностях я не могу тебе сказать Изучали мы очень много сфер То есть это были и витражи Так как это могло быть в декоре Это может быть и его прямое применение на окнах и в дверях Это было изобразительное искусство Это была какая-то лепка Мы даже как-то создавали картину из вязанных ниток Интересно Там было очень много всего сделано Мы делали панно из бисера Оно было такое кругленькое Примерно 20 сантиметров в диаметре Каждый из учеников создавал свой, так сказать, орнамент Это именно был орнамент И позже нужно было на клей Выкладывать каждую бисеринку иголочкой Какое терпение нужно? Очень сложно Ну, в принципе, результат того стоил Сохранилась ли эта работа сейчас? Да, конечно, эта работа находится у меня дома Адель, был ли у тебя опыт работы по профессии, вот по этой специальности? Моя первая работа, наверное, была после окончания Я пошла работать флористом в цветочный магазин в городе Бахчисарай у себя Интересно, но об этом мы поговорим немного позже Адель, какие именно сегодня мы будем делать виды? Сегодня у нас будет два вида трайфлов В принципе, основа у них будет одинаковая Только будут две разные начинки В одних трайфлах это будет банановая начинка А вторые будут с начинкой из грецких орехов Хорошо, тогда приступаем Ты рассказывала, что первая твоя работа была в сфере флористики Да Как ты попала в эту сферу? Честно сказать, меня туда просто позвала хорошая знакомая Так как она уходила в декрет И нужны были люди, которые будут там работать И она пригласила меня Мне на тот момент было почти 18 лет Понравилась ли тебе эта работа? Вначале нет, честно сказать Вначале я просто к ней отнеслась Просто как к работе и все, и не более того Позже, да, я очень влюбилась в цветы Начала изучать их названия Смотреть за ними, ухаживать Очень интересно, в принципе Все же данная работа близка к твоей профессии Ну да, так как она является творческой Да Адель, с какими цветами тебе было более приятнее работать? Наверное, у стома А какие твои любимые цветы? Сейчас это, наверное, пионы Знала ли ты, что вид цветов может многое сказать о человеке? Например, розы любят в основном люди, которые самовлюбленные Любят заявлять о себе, демонстративные личности в основном Честно говоря, я никогда об этом не задумывалась И такая информация для меня не доходила Так как я этим именно не увлеклась Но сейчас ты сказала, и я вспомнила тех людей, кто очень сильно любит розы И я поняла, что ты права Вот если будет у тебя свободное время, обязательно почитай такую характеристику Знаешь, и во многом она сходит Хорошо Адель, я вижу, ты орехи уже измельчила Тем временем я нарезала бананы Что мы делаем сейчас? Сейчас нам нужно будет взбить сливки Наливаю 300 мл сливок До какой консистенции мы должны взбивать сливки? Сливки должны взбиться до густой однородной массы Хорошо, тогда приступаем Сначала мы начинаем взбивать на средней скорости А сейчас нам нужно добавить сахарную пудру по вкусу Отлично Я думаю, у нас сегодня получится очень вкусный десерт И продолжаем дальше взбивать на более высоких оборотах Все, Эльвина, сливки наши я уже взбила И теперь мы можем приступить к следующему этапу Чем могу тем временем помочь себе я? Ты можешь, в принципе, сейчас почистить одно киви И нарезать его вдоль средними пластиками Чтобы они были и не сильно тонкие, и не сильно толстые Отлично, хорошо А я пока займусь началом основы нашего десерта Сейчас я накладываю в каждый стаканчик По полторы столовые ложки нашей уже готовой пряничной крошки Это все выкладывается слоями Отлично Адель, вернемся к нашему разговору Ты говорила о том, как ты устроилась на работу в сфере флористики Помнишь ли ты свою первую композицию? Первого своего заказчика? Ну, честно сказать, заказчика я уже плохо помню Но композицию вспомнить могу Это была такая композиция из эустом и мелких розочек Добавлением гипсофила Это такие маленькие беленькие цветочки Красота Все размещалось в специальную флористическую губку И находилась композиция в такой высокой шляпной коробке Ну, я очень сильно на тот момент переживала Поэтому она мне на очень долго запомнилась Ну, у тебя получилось, да? Да, ну, на тот момент мне казалось, что она вообще прям нереально крутая получилась Крутое Первая работа Первый заказчик Это все всегда интересно и волнительно Эльвина, теперь нам понадобится разобраться с нашим кремом Отлично Для этого мы подготовили кондитерский мешок одноразовый И мою любимую насадку закрытая звезда Здорово Но перед тем, как мы приступим крему Нам понадобится пропитать наши десерты Уже подготовленной пропиткой Ага, то, что мы делали заранее, да? Да, то, что было приготовлено заранее Адель, собирала ли ты свадебную букету для невест? Да, собирала и не раз Даже сейчас я иногда этим занимаюсь То есть заказчики обращаются? Да, чаще всего это мои подруги Отлично, Адель, смотри, киви я уже нарезала Что мы с ним будем делать? Пока я займусь именно изготовлением самих трайфлов Ты мне поможешь сделать декор Отлично, интересно Для этого, да, я тебе это доверю Тебе понадобится вот такая вот звездочка Металлическая форма Здорово, сегодня у нас все в форме звезды Да Хорошо, а чем ты будешь заниматься? Сейчас мы приступим к нашим основным начинкам И пока я займусь бананами и орехами Ты начинай пока вырезать наши звездочки Думаю, у меня все получится Адель, с чего началось твое знакомство с кондитерским искусством? Ну, знакома я с этим словом и понятием вообще С самого рождения, наверное Ну, с тех пор, как, в принципе, научилась понимать и разговаривать Так как моя мама занимается этим уже более 20 лет В принципе, честно признаться, до 18 лет меня это в общем не привлекало Ну, так как я не считала это вообще интересным И, в принципе, любовь к чему-то там, к изготовлению вообще ее не было Я увлекалась, как я уже говорила, рисовала и чем-то каким-то творчеством Когда ты поняла, что это все-таки то, чем ты готова заниматься? Ну, наверное, лет так с 19 Ну, в общем, получилось все так, что этот заказ появился на изготовление свадебного торчика Очень неожиданно Вот как раз я работала в цветочном магазине флористом И ко мне зашла девушка просто упаковать подарок для ее молодого человека И эта девушка у меня поинтересовалась, кто сможет испечь ей свадебный торт И на тот момент еще очень интересны были капкейки И я не знаю почему, честно, до сих пор не могу понять Но тогда я ей ответила, говорю, да, это сможет сделать моя мама Интересно Ну, и как бы мама этим занималась, но мама не занималась оформлением из мастики Ну, получается, я пришла домой, я преподнесла эту информацию маме Мама не очень обрадовалась, она была в шоке Но я сказала, мам, вот интернет, вот гугл, вот иди учи, как делать эту мастику На самом деле, в этот же вечер мама научилась ее делать, причем очень хорошо И по сей день для каких-то заказов больших мы делаем мастику сами У нас были очень сжатые сроки, буквально две недели до свадьбы оставалось Мы вообще узнали, что такое капкейки и с чем их едят Я начала ей помогать, в общем, ну, так как я вообще, в принципе, это все организовала Мне нужна была ей помощь Ответственность все-таки на тебе Ответственность была на мне в любом случае И я начала ей помогать И вот с того дня я просто влюбилась в эту работу Мне показалось это очень интересно И я начала уже развиваться Сейчас это уже все распределено, уже все четко То есть мама ответственна за выпечку, я ответственна за декор Ну, также я могу изготовить какие-то такие легкие, несложные десерты Все-таки не зря тогда в твоем сердце откликнулось ответить девушке «да» Это, наверное, какая-то судьба Я в нее, в принципе, очень даже верю Потому что ничто в этой жизни не происходит случайно Ну, сейчас я очень благодарна этой девушке Потому что действительно нашла дело всей своей жизни Именно она открыла, считай, двери Любимое дело Ну, то есть мама не могла мне их открыть, хоть она столько лет этим занималась Мне это в общем не привлекало Адель, что мы делаем сейчас? Сейчас мы приступим к крему У нас так все красиво получается Мне уже не терпится увидеть результат То есть даже специально необходимо вот по часовой стрелке Даже против часовой стрелки Против часовой стрелки, потому что, когда делаешь это по часовой стрелке И получается совершенно другой узор Интересно Ну, так видишь, сбоку он смотрит Очень красиво, мне нравится Адель, сейчас мы снова посыпаем наши пряники, да? Да, пряничной нашей крошкой Будет ли этот слой пропитываться? Обязательно, так как он должен быть равномерно пропитан Чтобы десерт получился достаточно сочным Здорово Адель, если взять, в общем, сколько лет ты занимаешься кондитерским искусством? В феврале 2019 уже года Будет ровно три года, как я этим занимаюсь Следующий слой наш будет снова наши взбитые сливки Это последний слой, да? Да, ты угадала Затем самое интересное, это украшение и декор Украшение мы начнем с наших звездочек Из киви Также нам понадобятся бананы Отлично Сейчас мы берем два кусочка потолще И выкладываем их ближе к центру Но также я хочу сюда добавить еще одну звездочку Из киви Сейчас мы берем кондитерскую посыпку Такие красивые Гусинки из Италии Интересно Да, они очень хорошего качества Они съедобные? Да, они съедобные Так, сейчас мы располагаем Все так мило смотрится, красота, Адель Ну все-таки приятно работать, да? Процесс Такими шедеврами Это наш банана-сплит Пока я займусь нарезанием пряников Ты поможешь сделать мне крем Тебе понадобится 250 грамм сметаны И немного сахарной пудры по вкусу Отлично И все перемешаю, да? Да, ты просто это перемешиваешь Сейчас я приступаю к пряникам Нам понадобится несколько штук Чем больше пряников, тем больше тортик, да? Хорошо, Адель, мне вот интересная история Красные ручки Очень смешная история Видела у тебя на страничке, в социальных сетях Расскажи эту интересную историю Ну кому-то, может быть, она покажется смешной Мне на тот период вообще было не смешно Когда так произошло Но все же Это был обычный день Мы везли заказ Это был свадебный торт Мы отвезли его в банкетный зал Мне помогала подруга в тот день Мы приезжаем, а торт был очень сложный в сборке Его нужно было собирать именно на месте То есть собрать его там дома и привезти Это так бы не получилось Мы привезли это все на место Я начинаю собирать И мне оставалось сделать насадкой кремовые цветы Крем должен был быть прям такого красного цвета Примерно как в нашей фарфике И, в общем, когда мы приступили к этому У меня в самый неподходящий момент Там оставалось, наверное, доделать розочки так 3-4 У меня просто в руках лопается крем Как так? Из-за чего? Вот лопается крем Ну, я так понимаю, из-за давления Я очень сильно на него давила И что? Куда это все? Краска, крем? Хорошо, что в пакет Просто я это делала в пакете на стуле На самом деле было очень страшно Так как все мебель в этом банкетном зале Была просто белоснежная Ну, в итоге мы все это справились Но так как я говорю, что цвет получился такой красный Нужно было добавлять очень много красителя Но самое главное, торт получился? Торт-то получился, да Для меня всегда самое главное, чтобы получился торт А что там уже будет со мной, это уже не важно Смотри, Львин, сейчас мы выкладываем нижнюю часть пряников Цветочком Сейчас мы наносим толстым слоем сметану То есть на каждое отдельно, да? Либо можно так все вместе? Ну, нет, все вместе, главное за края вот здесь не выходить Тортики ты печешь достаточно часто Есть ли у тебя твой любимый торт? Да, я обожаю классический ванильный бисквит с карамельным кремом Так, смотри, в принципе, первый слой у нас готов Ромашка, белая ромашка Да, белая ромашка И сейчас я посыплю орехами Пока я буду посыпать этот слой орехами, ты мне нарежешь бананы Конечно, думаю, будет все вкусно и очень даже красиво Адель, насколько я знаю, сейчас от клиентов отбоя нет Как удается успеть приготовить заказ к нужному времени? Иногда это бывает очень сложно Чаще всего мы даже не спим по ночам Ну и вообще, в принципе, все заказы выполняются во второй половине дня Начиная так с часов шести вечера и, ну, бывает до ночи Есть ли в твоей практике такой торт, на который ты затратила больше всего времени? Да, скорее всего, это был первый мангал, торт в виде мангала Надо же Ну, он такой вот, достаточно внушительных размеров Я, правда, в сантиметрах не помню Но он был очень тяжелым, так как все выполнялось аэрографом Покрывалось аэрографом-пищевым красителем Чтобы именно сам шашлык в этом мангале, он выглядел более реалистично, правдоподобно И там настолько все было выполнено кропотливо, что угольки в мангале, они прям как будто действительно горели Но это очень кропотливая и долгая работа, на которую уходит безумное количество времени Хорошо Адель, бананы я уже нарезала Берем по одному банану и выкладываем также цветочком Знаешь, можно экспериментировать, да? Вместо банана взять любой другой фрукт Бананы лучше всего подходят, так как они мягкие и очень легко дают этим пряникам пропитаться Мы дальше берем нашу сметану и я снова покрываю это сверху, но уже более тонким слоем То есть нижний слой у нас был более плотный, толстый, верхний, просто для видения Это для того, чтобы следующий слой пряников пропитался с обеих сторон Хорошо Адель, есть ли у тебя хобби? Как ты проводишь свое свободное время? Я могу провести время с подругой, с друзьями, куда-нибудь съездить, так как наш Крым очень красивый и мест очень много Но я знаю, что ты была не только в Крыму Да, на самом деле недавно, вот буквально в конце сентября мы вернулись с нашего такого маленького путешествия по Европе Ездила я с мамой и со своей лучшей подругой Вот мы попали, получается, в четыре страны Чехия, Польша, Австрия и Венгрия Больше всего, наверное, мне запомнилось, когда мы побывали в Праге, в Чехии И этот город, он прям принимает очень тепло, он настолько контрастный Там есть все, и какие-то историйные улочки, и какие-то современные здания Ну и в общем там просто очень красиво и современно С какими впечатлениями ты вернулась в Крым? Это были очень хорошие впечатления, что прям хочется вернуться еще Ну, наверное, уже не туда, а посетить какие-то более другие страны с какой-то другой культурой Интересно Адель, у нас почти все готово, что мы делаем сейчас? Да, сейчас нам остается доложить остатки бананов и досыпать орешки Давай Также к центру И выкладываем аккуратненько в бананы, да? Угу Давай, красивенько все Адель, задам свой один любимый вопрос Кем ты видишь себя через пять лет? Хочется оставаться кондитером и творить больше Ну, а значит, совершенствоваться в своей работе Покорять какие-то новые вершины Возможно, попасть на какие-то крутые мастер-классы Пошла Я желаю, чтобы все твои мечты и планы реализовались Самое Остался последний этап, это закрыть их крышечками Интересненько Адель, как часто ты готовишь такой тортик? Раньше мы готовили его очень часто домой Угу Это, наверное, был один из самых любимых Сейчас, ну, очень редко, честно сказать Так, так и время нет Мы же, наверное, все не елись Адель, крышками уже накрыли Я вижу, у нас осталась пряничная крошка Да, сейчас я продолжу Ну, и, в принципе, это уже будет завершающим этапом Мы засыпем просветы крема Адель, чем ты обычно украшаешь торты? Чаще всего это какой-то уже шоколадный декор Так как в последнее время, во-первых, это стало очень модным Ну, и достаточно вкусным, потому что шоколад многие любят Обычно это отливаются мои любимые шарики В формах из шоколада Они бывают разного диаметра Их можно окрасить в любой цвет Также покрыть кандурином Кандурин – это такие пищевые блестки Которые очень классно ложатся на шоколад И при свете они переливаются Думаю, вид красивый Да, вид у них очень красивый Сейчас я до полного эффекта Беру немного золотых бусинок Красота! Они очень удобны в применении И они очень эффектно смотрятся на разной цветовой гамме на тортиках И дополняют блюда Дорогие телезрители, изящные блюда наши готовы! Замечательный английский десерт и пряничный торт Допомнят ваш праздничный стол Адель, нравится тебе блюдо? Да, я довольна нашим совместной работой Особенно этим милым тортиком Потому что я уверена, что он безумно вкусный Сама его безумно люблю Адель, чок сау, что пришла к нам в гости Была очень рада знакомиться с тобой Аллах разол, санчок сау, сельвина Мне было очень приятно попасть на вашу программу И порадовать ваших телезрителей новым рецептом Взаимно! Что бы ты пожелала нашим дорогим телезрителям? Я желаю всем такой же сладкой и вкусной жизни, как эти десерты Сау, маршала! Я присоединяюсь с пожеланием Адель Дорогие телезрители, желаю вам отличных и позитивных выходных Это была программа «Софрага Буэрнес» Аштат молсун, коричь кенджа Редактор субтитров А.Семкин